Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. Мы рассматриваем различные места Священного Писания, которые вызывают те или иные вопросы. И сегодня у нас такая немножко пугающая нас тема, хотя на самом деле пугаться не стоит, потому что с нами сам Господь Бог, а тема у нас это одержимость, беснование, как их избежать. Вот в первой книге царств мы читаем про царя Саула. Кстати, напомню, что царь Саул был вообще богоизбранным царем. То есть, когда израильский народ захотел царя, то сам Господь указывает именно на Саула, причем Саул даже отказывался по смирению, вот у него была тогда еще скромность, кротость, он не хотел себя выказывать, он даже прятался, когда пытались его найти, избрать царем. И вот за его смирение Господь и избирает его, и наделяет его особыми дарами, талантами. Он становится действительно помазанником Божиим, ибо его действительно помазуют елеем освященным. И этот елей означал снисходящую благодать Святого Духа. Но, к великому сожалению, царь Саул не устоял. И будучи даже сподоблен великих Божьих даров, потому что правление это тоже определенный Божий дар, и бывает так, что человек вроде бы никак себя не проявлял, но когда Господь ставит его на какое-то высокое место, то в нем как будто просыпается рассудительность, он вдруг проявляет мудрость в своих решениях. То есть, это явно Божьи дары, Божьи благословения, превозведение человека на какие-то более высокие степени. Но если сам человек при этом неблагодарен Богу и оказывается непослушен Богу, то он в итоге теряет все. И вот царь Саул, будучи возведен Господом на это место, возгордился и проявил непослушание. И когда победил Амаликитян, то вопреки прямому запрету, произнесенному через Самуила, не брать ничего у языческого народа, он присваивает различные там стада животных и объясняет это тем, что он будет отсюда приносить жертвы Богу. И вот Самуил говорит, что неужели Богу жертвы приятнее, нежели послушание? Послушание выше всех жертв. И послушное сердце лучше, нежели там какие-то жертвоприношения. Но вот так как Саул оказался неисправлен, то Господь его отвергает и избирает на его место нового царя Давида, который был еще вот простым таким пастухом, смиренным, кротким. И Самуил помазует Давида на царство. И тут мы читаем, что как только вот Самуил помазует святым Илеем, то почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. То есть божественный дар теперь переходит к Давиду. А от Саула отступил Дух Господень, и читаем мы, и возмущал его злой дух от Господа. И настроение Саула теперь было подавленным, он чувствовал тревогу, смятение, ему было все не так. И вот и в итоге, кстати, ищут человека, который мог бы игрой на гуслях успокаивать мятежный дух Саула. И таковым, кстати, оказывается по промыслу Божию опять-таки Давид, на котором почивает Дух Божий. И когда Давид играет на гуслях, то вот мы читаем, что когда Саул испытывал вот эти вот искушения от посечавшего его злого духа, то Давид, взяв гусля, играл и отраднее, и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. То есть приходил Давид, на котором почивал Дух Божий, и злой дух временно от Саула отступал. Так вот, что же это такое, о чем здесь идет речь? Речь идет о том, что человек, который внутренне удаляется от Бога, он теряет Духа Божия. А когда человек теряет Духа Божия, Святого Духа, то становится внутренне незащищен и открывает себя, делает свое сердце доступным падшим духом, то есть злым духом. Но при этом мы читаем, что и вот такое прикосновение темного падшего духа к человеческой душе, оно тоже бывает по промыслу и попущению Божию. И тут сказано, что Саулы возмущал злой дух от Господа. Вот как толкуют святые отцы это место, почему от Господа? То есть с попущения Божия Господь позволял злому духу искушать Саула, дабы показать, кто же он есть теперь на самом деле. Он не угоден Богу. И, в общем-то, здесь вот приоткрывается вообще, конечно, вот такая трагедия человеческого падения. Кем становится человек, отпав от Бога? Кем был вообще человек, когда он пребывал вместе с Богом? Вот изначально, когда Господь только-только сотворил самых первых людей, людей, то люди, это ведь не просто прекрасная душа, удивительное одухотворенное тело, и сам человек был подобен ангелам. Но самое главное сокровище, даже не то, что он в раю, как в удивительном саду, где все благоухало, цвело, самые удивительные краски, и ничто при этом не увидало. Вот это удивительно. И животные не трогали друг друга, не было никакого хищничества, никто никого не пожирал, то и сами животные тоже были более одухотворенными. Так что нам сейчас это невозможно понять. Сейчас всюду хищничество, и первый хищник — это человек. Но самое главное сокровище человека заключалось не в этом, а в том, что он был наполнен благодатью Святого Духа, вот как храм, в котором обитал сам Бог. И это подлинная драгоценность и подлинное сокровище человека, что он был обиталищем, он был храмом всемогущего, всеблагого, принесполняющего человека святыни, Святого Духа. То есть вот в чем заключалось главное сокровище. И человек, он фактически находился на пути вот такого обожения, приобщения бесконечному, всемогущему, всепремудрому, всеблагому Богу. И самая суть грехопадения заключалась в том, что человек, будучи храмом Божиим, вдруг превращается в капище нечистых духов, в котором обитают темные духи. То есть доверившись лукавому змию, человек отпадает от Бога и подпадает под власть сатаны. Вот помните у Гоголя в рассказе Вий, там, ну, сюжет все, конечно, прекрасно помнят, но так вот попутно, что мы читаем, что семинарист, он приходит в село, где видит заброшенный храм. Храм, покрытый вековой пылью, там уже плесенью порос, и видно, что давно уже не совершалось богослужение в этой церкви. И вот такое нерадение о храме привело к чему? К тому, что в этом храме вдруг начинают проявлять себя различные чудовища, то есть демонические силы. И на самом деле именно вот это произошло с человеком. То есть человек как богозданный храм, который предназначен был к самым чистым, возвышенным чувством, самым высоким мыслям, то есть и ум человека, и его сердце, и его воли, и его телесные ощущения должны были преисполняться непорочностью, чистотой, возвышенностью, любовь, но чистая любовь. Мудрость, но именно возвышенная мудрость, не какие-то хитросплетения, да, не лукавство, не лицемерие, а именно рассудительность, постижение тайн мироздания и искреннее отношение друг к другу, то есть чистота и непорочность должны были наполнять, потому что человек причастен был к Святому Духу, как храм, который исполнит благодати Божией. И вот трагедия и, главное, вот эта беда человечества, что вдруг этот храм утрачивает Святого Духа, а утраченный храм становится, кому он себя подвергает? Ведь духовный мир, он не бывает в нейтральном, так сказать, положении. Если ты не вместе с Богом, то ты подпадаешь под власть сатаны, и эта власть, она проявляет себя самым жутким образом. И вот мы читаем, что Саул беснуется, да, мы читаем о том, как встречаются различные виды одержимости, и в Евангелии мы видим, как отец приводит своего сына, который беснуется в Новолуние, да, и вот он падает на землю, этот отрок, скрижещет зубами, и пена из него исходит, и никто не может помочь, его схватывают судороги, и бес овладевает им. И вот такие вот страшные вещи, они, конечно же, поражают взор. Ну и сейчас мы знаем, что бывают такие вот формы беснований, люди обычно этого очень пугаются, но изначальный исток этого, вот самая первая трагедия, что люди утратили единение с Господом, а человек без Бога – это существо несчастное. Человек без Бога – это существо, подверженное всевозможным бедам, хотя, конечно же, по попущению Божию, вот мы знаем, что Иов, он понес страдания, почему? Потому что Господь попустил это для его испытания, и дьяволу дано было прикоснуться, повредить его имущество, дьявол он только вредит, причинить вред его здоровью, так сказать, все отнять, но и в этих испытаниях Иов оказался все равно верен Богу, и вот люди, они в основном как раз пугаются каких-то внешних бед, и пугаются вот явно проявляемого беснования, да, когда человек не владеет собой, а бес движет его членами, и такой человек произносит что-то, сам не понимая, чего он произносит, зачастую не может принять какие-то святыни, и обычно как вот проявляется такое беснование, чем он отличается от психического расстройства, тем, что человек, его корежит именно от святыни, от святой воды, да, от благодати, которая в храме, от святых мощей, вот одна женщина, вот она именно страдала таким, такой одержимостью, вот когда ее привели к мощам преподобного Сергия Радонежского, то, ну, поначалу ее тоже вот так вот корежила, крючила, но когда ее приложили к святым мощам, то злой дух ее просто оставил, потому что он не вытерпел вот этой благодати, почивающей в мощах преподобного Сергия Радонежского, и таких случаев достаточно много, и вот люди, конечно же, боятся таких проявлений, зачастую многие начинают надумывать, что вот неодержим ли я, да, и у кого-то может быть просто это какое-то там психическое расстройство, ну, тоже как один из недугов, попущенных Богом, и человек уже начинает считать себя там каким-то одержимым, вовсе это не всегда так, но вот самое главное, святые отцы и святители Игнатий Бринчанинов говорят так, что на самом деле есть два вида одержимости, то есть два вида беснования. Первый вид – это вот явное такое чувственное беснование, когда бесу попущено овладеть какими-то, ну, телесными, скажем, проявлениями человека, но это не является на самом деле главной бедой. Почему так? Потому что в данном случае такой человек, он как пассивный страдалец, он в каком-то смысле как мученик, он отдан вот на терзание этому злому духу, вот как древние мученики, они предавались на страдания и стязания мучителям, тоже безбожным вот этим мучителям, которые ненавидели христианскую веру, а мученики терпели, не будучи в состоянии выйти из темниц, освободиться от этих вот уз, избежать этих страданий, но эти страдания принесли мученические венцы. Вот так на самом деле и святые отцы объясняют, что кому-то попускается беснование, кому-то также как какие-то телесные болезни, кому-то и психические болезни, для духовного уврачевания этого человека, потому что эти болезни, недуги, и даже сама вот эта вот телесная одержимость, это очень смиряет нашу душу, и спасается человек только смирением. И вот помните, преподобный Антоний Великий говорил, что он видел все небеса, покрытые сетями дьявольскими, и на вопрос, кто же преодолеет эти сети, ему был дан от Бога ответ, что только смирение. Вот смирение преодолеет эти сети. Да, человек немножко вот помучился, пострадал, но зато он достигает смирения, которым преодолевают сети дьявольские. Так вот, святитель Игнатий, он даже говорит, что иногда это попускается именно для духовного преуспения, и он вспоминает случаи из древних потеряковых повествований, как в IV веке один подвижник достиг даже дара чудотворения, и к нему приходили миряне, в общем, все его хвалили, благодарили, и он почувствовал, что в нем начинает возникать внутри возношение, и этот подвижник сам стал молиться Богу, чтобы Господь для его смирения послал ему одержимость. И Господь ответил ему на его молитву, действительно, было попущено ему на 8 месяцев стать одержимым, так что злой дух овладел им, он не всегда владел своими действиями, даже он в это время, скажем так, вкушал свои извержения, и, конечно же, все миряне тут же от него отвернулись, стали на него, так сказать, негодовать, осудили его, а через это он необычайно возрос в смирении, и когда вот прошло вот это испытание путем одержимости, этот бес изгнан был Божьей силой, потому что душа подвижника обрела смирение, а бесы боятся смирения, они отступили, то этот подвижник, он достиг еще большей славы пред Богом, еще большего духовного преуспения, и его пример даже внесен в Патерик, и святитель Игнатий специально на него обращает внимание, и говорит, что не нужно впадать в мнительность и бояться каких-то там вот этих чувственных проявлений демонических сил, одержимости, а есть более страшный вид одержимости, это нравственное пребывание сатаны в человеке, и вот так называет это святитель Игнатий, когда бес не телом овладевает человека, а его душой, точнее, когда человек сам лично и добровольно становится исполнителем воли дьявола. Ну, элементарно, вот какой-нибудь злобный человек, который, ну, что ему не скажу, он тут же вспыхивает, тут же он поперек тебе говорит, он не имеет ни капли там сострадания, понимания, он просто вот как такой раскаленный на каких-то там углях адских, все время брызжет вот этими раскаленными словами, то есть такой человек, он тоже имеет в себе нечто от одержимости, но одержимости не физического характера, а более глубокого. Внешне это невидимо, а дух человека пребывает во власти падших сил. Или кто-то, допустим, одержим духом блуда, и он не может пройти мимо девушки, чтобы там не увлечься, и вот только он кого увидит, тут же он полностью охвачен этим образом и хочет насытить свои плотские страсти, ну, или, скажем, сидя там вот перед интернетом, он гуляет, где непонятно, он настолько вот этим одержим, что он уходит просто в эти сети, не зря они называются сетями, они улавляют человека, погружается в этом головой, и он не владеет собой, вот он полностью растворяется внутренне в этих блудных картинах, пытаясь насытить свою страсть, и это и есть его срастворение с демоническим духом. То есть вот самая страшная одержимость. Не то, что кто-то там падает при виде святыни, он и хотел бы, тот человек, понимаете, быть свободным, спокойно принимать святыни, а ему дается как некое испытание для его смирения. И святитель Игнатий говорит, что чувственная одержимость не губит человека, напротив, она его, душу его бессмертную спасает для вечности. А это просто вот как такое временное испытание. А вот губит человека именно внутреннюю его подчиненность падшим духам, когда мы становимся исполнителями того или иного греха, или, допустим, какой-нибудь ревнивый муж, он настолько весь подчинен своей страсти ревности, что он весь в подозрительности рот растворяется, он пытается контролировать каждый шаг своей жены, подозрительно смотрит на каждого мужчину. То есть это тоже некая форма одержимости, и так любая страсть, или, скажем, скверные слова, мат, матершина. Такой человек, он не может говорить, чтобы не произнести нечистое слово. И даже ему самому бывает трудно себя сдерживать, как будто изнутри, вот как тошнота, которую он не может сдержать, вот она изнутри его распирает, и он сам ищет возможности. Ну, допустим, вот он в приличном обществе, вот наконец он вышел, освободился от приличного общества, попал в свою обычную компанию, и он дает себе свободу, и из него изливается вот этот поток скверных слов, потому что это для него привычно, это изнутри его распирает, как такой вот фонтан прорвавшейся канализации. То есть человек одержим духом сквернословия, он находится во власти падших духов, они и есть родоначальники всякой скверны. Одержимость – это что? Это когда в человеке то же самое, что есть и у беса. Что есть у беса? Гордыня, злоба, нечистота, злорадство, хохот. Да-да, именно так. Читаем в некоторых древних повествованиях, как даже языческие статуи, иногда от них исходил такой злобный хохот. Это было проявление демонических сил, и вообще бесы, они, конечно, злорадствуют, когда видят погибающего человека. И всякая вот такая вот скверна – это тоже сети, подчиняющие человека демоническому миру. А завершается это чем? Это завершается тем, что человек вредит и самому себе, и вредит тем, кто находится рядом. Вот мы упомянули Саула, и однажды, когда опять напал на него злой дух, и читаем мы тоже в первой книге царств, он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. И вот Давид, которого тоже пригласили, и Давид имел в себе Духа Божия. Но Саул настолько был в данном случае озлоблен, то есть не нужно всегда рассчитывать на других благодатных людей, не нужно думать, что если ты приходишь к духовникам, ездишь к старству, но при этом не меняешь сам себя, то злой дух просто тебя отпустит. А где же ты сам? Как ты себя проявишь? И вот мы видим, что Давид пытался его умиротворить, играл рукой свою на струнах, но Саул не пытался работать над собой. И к чему приводит? То, что Саул настолько озлобился на Давида, и хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, и он кинул это копье. Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. То есть Саул буквально пытался убить Давида, чтобы стать напрямую выразителем вот этой бесовской одержимости. Вспоминается мне, это в некоторых записях княгини Натальи Урусовой, она оставила воспоминания о первых годах после революции. Ведь безбожие, атеизм, это тоже одна из форм одержимости, как говорил про это святой Иоанн Кронштадтский. На самом деле, атеизм, тогда атеизм был воинствующий, то есть не просто человек равнодушен к вопросам духовным, а он именно воинствует против Бога, отрицает Бога. А кто отрицает Бога? Кто воинствует против Бога? Сатана и сподвижники его. Иоанн Кронштадтский говорил, что вот этот атеизм, это именно дух неверия, то есть форма беснования, которая начинала распространяться в обществе. И Наталья Урусова, она описывает, как вот эти красноармейцы, вот эти матросы, движимые революционным духом, когда они даже вот шли крушить все, и свои руки окрашивали уже заранее в красной краской, как будто кровавые руки, и шли, чтобы рушить все подряд. И сами эти матросы падали и бились в конвульсиях, и пена тоже исходила из их уст. То есть вот эта одержимость, она тоже зачастую наглядно проявлялась. И бывало так, что человек настолько он охвачен, или злобой какой-то, да, ненавистью, что он просто готов всех вокруг растерзать, потому что бес через него начинает уже очевидно проявлять себя. То есть если ты не работаешь над собой, если ты не пытаешься отстаивать свое сердце, вот где подлинная сила? Не в том, чтобы доказать свою правоту, там где-нибудь на дорогах, в пробках, что кто-то подрезал, и ты тут же гонишься за ним, или какие-то слова через окошко произносишь, не совсем чистые. А вот подлинная эта сила в том, чтобы отстоять свое сердце, не допустить там ничего демонического. Если ты не отставишь это, то дух демонически непременно захватит тебя и сделает тебя своим рабом, своим исполнителем. И ты, как вот этот Саул, будешь пытаться кого-то уничтожить и что-то кидать. Ну, слава Богу, сейчас копии у нас нет, но люди все равно додумываются как-то убивать друг друга, даже в простых бытовых ситуациях. А потом жалеют, кстати, об этом. Проходят десятилетия, думают, что же со мной случилось, что на меня такое нашло. А ты просто не устоял перед искушением, ты вовремя не отсек вот этот наплыв бесовских помыслов. Вот учись заранее работать над собой, потому что иначе бес овладеет твоим умом, твоим сердцем. Ты повредишь кому-то, а в конце концов уничтожишь самого себя. Вот помните, как эти бесы, которым Господь попустил войти в свиней, и все вот эти свиньи, там их около двух тысяч, они кинулись тут же с обрыва в воду и потонули все. То есть бес, он на самом деле в начале человека пытается превратить, уподобить свинье по его образу жизни, уподобить его свинье, так что он там пьет, блудит, сквернословит. А когда он становится как свинья, то он уже недалеко от самоубийства и готов тут же тоже кинуться в какой-то обрыв и уничтожить самого себя. Вот к чему приводит вот эта внутренняя одержимость, если человек не пытался отстаивать свой ум, свое сердце, свою волю от первых греховных вот этих наплывов. И так что, братья и сестры, надо вот пугаться не вот той внешней одержимости, которая попускается некоторым людям, как может быть особым избранникам. Они через это спасут свои души, да, вы их боитесь, вы пугаетесь, но в каком-то смысле они мученики, божьи избранники, через это Господь их смиряет, и они будут чистыми в Царстве Небесном. А вот мы, которые у нас сердце, иногда это как вертеп разбойников, там как будто сборище действительно злых духов, так что мы готовы крушить все вокруг, просто вот мы не показываем это, мы не показываем свои мысли, мы не показываем свои намерения сердечные, мы не показываем ту зависть, которая у нас живет, ту мятежность, ту злобу, негодование, непрощение, те блудные устремления и все прочее, все прочие демонические вот эти ухищрения, их же не исчисла. Вот через это-то и приходит подлинная погибель, но благодарение Господу нашему Иисусу Христу, который победил всякого беса, и который сказал, что я видел сатану как ангела, спадшего на землю, а потом он еще добавляет уже незадолго до своих страданий, что ныне князь мира сего изгнан будет вон, то есть князь мира сего изгоняется из нашей жизни реальной, и поэтому для христианина на самом деле сатана перестает быть как какой-то актуальный противник, если, конечно же, ты действительно христианин по жизни. Спаситель говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле, и вот от этой власти Спаситель нам тоже уделил определенную власть. Он говорит, именем моим будут изгонять бесов. Это не значит, что мы становимся чудотворцами, но значит, когда мы произносим какую-то искреннюю молитву, молитву Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», то от нас действительно отступают вот эти прикосновения падших духов, и мы не, так сказать, удел врага, мы часть Христова, мы удел Христов. И вот всякий крещеный христианин, он уже приобщен именно Господу. Не случайно перед таинством крещения, когда совершаются первые огласительные молитвы, то там читаются и определенные заклинания, и произносятся заклинания на изгнание темных духов из любого человека. То есть, если все потомки Адама, они в каком-то смысле стали подчиненные падшим силам, то в крещении человек освобождается от этих духов. И там мы такие слова читаем в чине крещения. «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». То есть, из тела некрещенного человека, от его души отгоняется всякая темная демоническая сила. И действительно, зачастую, даже наглядно, как просветляется лик человека в таинстве крещения, он освобождается от всех демонических вот этих нападок, он новое творение Божие, но, конечно же, дьявол пытается и новое Божие творение искушать, поэтому наша задача быть очень внимательными к тому, что происходит в нашей душе. И прежде всего, вот если мы хотим избежать одержимости и вот этих прикосновений бесовских, то что мы должны обрести? Дух Христов. А Дух Христов — это смирение. Вот как тоже в Древнем Патерике Ава Моисей говорил, что кто имеет смирение, тот смиряет демонов, а кто не имеет смирения, того смирят демоны. То есть, непременно Господь попустит какое-то искушение, если ты вознес и возгордился, и ты впадешь в какой-то грех, и оказываешься подчинен в каком-то смысле демоническим силам. Так что заранее старайся обрести именно смирение, тут же искореняя в себе всякий дух гордыни, всякий дух блуда, потому что наше внутреннее состояние, понимаете, это то, что либо привлекает к нам благодать Святого Духа, либо бесы начинают, вот как мухи, слетаться на эту нечистоту, садиться, ведь они же любят именно нечистоту, и бесы именно стремятся к такой душе. Так что очищай свое сердце, очищай свой душ и смотри, к чему клонится вот твое внутреннее настроение. Еще я вспоминаю из тоже потеряков, как достаточно было только вот одного смирения, чтобы изгнать из кого-то падшего духа. Вот сейчас, конечно, бывает такой чин отчитки, но какое-то время это просто был ажиотаж, все ехали туда, направляли там своих детей из-за того, что кто-то там пьет пиво, кто чего. Но при этом получается так, что к самой отчитке начинали относиться как к такому волшебному чину, который сам по себе исправит чью-то жизнь. Нет, вот старец Адриан из Псково-Печерского монастыря, он говорил, что отчитка не принесет тебе пользы, если ты не работаешь над собой, если ты не стараешься побеждать искушение, если ты не обращаешься непосредственно к Господу, потому что Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. А если ты не употребляешь усилий, значит, ты не стремишься к Царству Божию, а вне Царства Божия, конечно же, мир демонических воздействий, и ты будешь барахтаться в этой стихии, так что решай для себя, или ты работаешь над собой, или тебя будут искушать бесы. Так что, братья и сестры, все вверено в наши руки, но начиная уже с новозаветных времен, демоническая сила, она утратила такое вот влияние на людей, и уже с древнего времени мы видим, как христиане, даже вот простой молитвой, они освобождали одержимых от любых демонических чар, вот как преподобному Макарию Великому как-то привели девушку, читаем такое повествование, что на нее кто-то пытался навести как будто какие-то чары, и она стала казаться родным лошадью. На самом деле она не превращалась в лошадь, то есть больше под этими чарами находились ее ближние, которые ее воспринимали как лошадь, они одели на нее уздечку, приводят к преподобному Макарию, и он говорит, вы зачем уздечку одели на простую девицу, она вовсе не лошадь, и нет в ней ничего лошадиного, так что давайте снимайте уздечку, сейчас вместе помолимся. А ее он помазал святым елеем, и потом вот эти чары отошли, и вернулся прежний вид, то есть это просто вот какие-то внешние такие вот нападки, но сила, благодатья, она уже дана церкви, и церковь Христова, если мы искренне, если мы идем действительно со смирением, то там дано будет все, абсолютно все. Если ты исповедуешься в своих грехах, ничего не удерживаешь где-то в глубинах своего там темного сердца, а вот как есть, все раскрываешь на таинстве исповеди, то дьяволу не за что будет зацепиться, так как дьявол боится вот этого смирения. А смирение, оно проявляется в открытой, искренней душе, в том, что ты не боишься исповедоваться и начинаешь работать над собой. Полюби чистоту, и Господь никогда не предаст тебя в руки вражия. Дорогие братья и сестры, не будем бояться вот этой темы, а лучше даже и не будем особенно рассуждать об этом, а вспомним про то, что с нами Сам Господь Иисус Христос, Он от благодати Своей уделил нам в таинстве крещения, Он всего Себя преподает нам в таинстве Евхаристии. Вот вы представьте, что в таинстве Святого Причащения, когда мы вкушаем святые дары Христовы, что Сам Господь входит в нас. И вот восстановление райской гармонии. Вот вновь человек, это храм Божий, в котором обитает благодать Святого Духа, ну разве же прикоснется к нему что-то там лукавое, темное? Нет, бесы просто вот в панике разлетаются в разные стороны, но ты после этого храни святыню, никого не осуждай, не допускай ни злой мысли, ни злого слова, не допускай в себе блудных поползновений, а если чувствуешь прикосновение этого, тут же обращайся в молитве Господа, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и, конечно же, старайся вести такую вот чистую, трезвенную христианскую жизнь, будучи чадом Церкви Христовой, а уж Господь тебя никогда не оставит. Храни всех Божи, дорогие братья и сестры, Господь нам дал жизнь для того, чтобы мы были причастниками Духа Божия. Вот дай Господь, чтобы это осуществилось в жизни каждого из нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok